Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Очередное заседание комиссии Горсовета. Профессиональный праздник моряков-подводников. УМВД предупредило о мошенничестве. В Доме творчества выбрали мисс Весну. А теперь об этих и других событиях подробнее. 18 марта в нашей стране отмечается важный праздник – День Воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день, два года назад, Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Это было зафиксировано договором, подписанным как раз 18 марта в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Причем, согласно этому документу, Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав России, но и стали ее новыми субъектами. В управлении ветеринарей Смоленской области произошла перестановка кадров. Начальником ведомства назначен кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Кугелев, до этого работавший в Смоленской сельхозакадемии. Прежний руководитель понижена в должности и стала его замом. 17 марта планово-бюджетная комиссия собралась на заседание, чтобы обсудить вопросы, которые будут вынесены на очередную сессию городского совета. Комиссия рассмотрела 9 вопросов. Все они касались различных сторон жизни и развития города. Первым вопросом обсуждалось положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должности главы муниципального образования город Десногорск. Пересмотр этого положения вызван тем, что 26 июня заканчивается контракт у действующего главы администрации. На 22 сессии депутаты будут принимать поправки в установленный ранее регламент отбора кандидатуры, так как, согласно областному законодательству, возглавлять городскую власть теперь будет глава муниципального образования. Он же будет исполнять обязанности главы администрации. Кроме этого, на сессию будут вынесены вопросы об урегулировании правоотношений в сфере приватизации. Будут внесены изменения в правила землепользования и застройки в Десногорске. После проведения очередной 22 сессии городского совета мы расскажем об этом подробнее. На Смоленщине скоро откроется сезон судоходства. С 9 апреля рыбаки уже могут спускать на воду свои лодки. Сезон навигации определяется, исходя из климатических условий каждого региона. В нашем, например, исключением из общего графика являются водохранилища Смоленской АЭС и Смоленской ГРЭС. На данных водоемах установлен круглогодичный режим плавания. Этой весной на территории региона не стоит ожидать половодия и разлива рек. Значительное стаивание снега произошло во время продолжительной февральской оттепели. Большого притока воды водохранилища также не предвидится. В областном управлении МЧС создан оперативный штаб по контролю за обстановкой. Ежегодно 19 марта в России отмечается День моряка-подводника – профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-морского флота России, установленный в 1996 году. В Десногорске также живут моряки-подводники. Мы встретились с ними накануне праздника. Алексея Шальнова и Николая Приваленко знают многие в нашем городе. И нам они с удовольствием рассказали о своей службе на Северном флоте. «И нет людей, подводников сильней. И нет нам твёрже почвы под ногами, как палубы подводных кораблей». За время службы были разные ситуации, в том числе и нештатные. Вспоминали друзей, командиров, первую автономку. Но самые яркие впечатления оставило первое всплытие. «Когда всплыли, включили корабельную вентиляцию. И в отсеки пошёл свежий морской, наполненный запахами рыбы, водорослей. От него кружилась голова. Трудно это передать. После трёх месяцев мы плавание всплыли, вкусили. Можно было с хлебом есть этот воздух. И в это время заиграл гимн Советского Союза. Государственный гимн Советского Союза. Это ощущение было неписуемое. Я не могу даже сейчас как-то без слов, без дружи в голосе это высказать. Горд за то, что мы выполнили задание в Родине». Профессия моряка-подводника считается одной из самых престижных, но при этом очень опасной. «Как подводники говорят. Можешь два раза погрузиться, один раз всплыть. И вот и желаю, чтобы подводникам всем, чтобы эти погружения сочетались с всплытием». Длительные походы под водой, связанные с пребыванием в ограниченном пространстве подводной лодки. Невероятно тяжёлая служба по охране территориальных вод страны. Разведка. Вдали от семьи, друзей и близких. Всё это позволяет считать моряков-подводников элитой флота. Мы сердечно поздравляем их с праздником. Желаем здоровья и семь футов под килем. «И семь футов под килем. И не пройтись уж нам, подводном корабле, легендарной матросской походкой. Только снятся девчатам во сне паруса над подводной лодкой. Это море стало строже, стала память дороже. Бригантины и остались в сихах». Напомним, что нынче праздник отмечается в России на официальном уровне 20-й раз. 15 марта специалистами пожарно-спасательного центра были изъяты и уничтожены четыре взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны. Около Десногорска один арт-снаряд калибра 152 мм. Под Дорогобужем также один арт-снаряд калибра 125 мм. А в деревне Прослище Дорогобужского района две миномётные мины 82-го калибра. А сейчас блок криминальных новостей. Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД полковник полиции Константин Пушкарёв сообщил среднюю сумму взятки в регионе за прошлый год. Она составила 28 200 рублей. Также было отмечено, что сумма причинённого ущерба по всем преступлениям экономической направленности составила 1,6 миллиарда рублей. В Управлении МВД по Смоленской области состоялась пресс-конференция, на которой полицейские рассказали представителям СМИ о самых распространённых видах мошенничества и способах их избежать. Перед представителями прессы выступил заместитель начальника полиции УМВД Александр Почуфаров. Он поведал о том, какая большая работа ведётся полицейскими в регионе по профилактике мошеннических действий. Объяснил, как распознать аферистов и предупредить обман. А также рассказал, что за последнее время в области участились случаи обмана пожилых людей путём контактных, телефонных и интернет-мошенничеств. Мошенники весьма изобретательны и каждый раз придумывают новые способы обмана и хищения денег у доверчивых граждан. Современные мошенники предпочитают действовать дистанционно, что затрудняет их поимку. Как же уберечься от аферистов? Александр Почуфаров назвал один универсальный способ. Это телефонный звонок лицу, от которого, от имени кого поступила запрос или просьба передать деньги. Это телефонный звонок в ту компанию, от имени кого представляются. Это телефонный звонок в милицию, когда приходят. Я всегда говорил, если хоть малейшее сомнение, что к вам пришли со службы горгаз, электросети, ещё откуда-то, наберите 0-2. Выйдут сотрудники милиции, разберутся. В УМВД надеются, что граждане будут помнить об этом простом правиле безопасности и сумеют уберечься от действий мошенников. Смоленские полицейские снова задержали 10 нелегалов. Ими оказались 8 украинцев, 1 латыш и 1 лицо без гражданства. Все они пытались незаконно пересечь российско-белорусскую границу. В отношении всех задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях и наложены штрафы на общую сумму более 16 тысяч рублей. В Главном управлении МЧС России по Смоленской области наградили пятерых подростков за проявленное неравнодушие и активную жизненную позицию. Они спасли человека, который провалился под лёд на Днепре. Юные герои не растерялись и за руку вытащили его на берег, а затем проводили домой. 17 марта в Доме творчества Десногорска 10 самых смелых и креативных девочек соревновались за звание «Мисс Весна» 2016 года. Этот конкурс – хорошая традиция. Проходит он каждый год в Доме детского творчества в первый месяц весны. Отсюда и название «Мисс Весна». Такие мероприятия в Доме творчества проходят с особой теплотою. Готовятся девчонки, готовятся педагоги, потому что на улице весна, потому что каждый из нас хочет быть красивым. И мы приглашаем всех к нам в Дом детского творчества. Конкурсная программа состояла из пяти этапов. В этом году претенденткам пришлось соревноваться в умении себя представить и рассказать свою биографию, показать, насколько они эрудированные и креативные, и какие они творческие личности. Конкурсанток оценивала жюри, в состав которого вошли педагоги Дома детского творчества и ребята из объединения «Школа вожатых». Все девочки боролись честно, и выбрать из них самую лучшую было очень сложно. Но тем не менее, звание «Мисс Весна» 2016 года Дома детского творчества Десногорска было отдано Арине Фридман, с чем мы ее и поздравляем и желаем дальнейших побед. 20 марта в детской музыкальной школе Десногорска пройдет отборочный этап областного конкурса «Знаете, каким он парнем был», посвященного 55-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос в номинации «Вокал». Планируется участие победителей районных этапов конкурса, представляющих семь ближайших районов и Десногорск. Приглашаем горожан поболеть за наших. Начало в 13 часов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания.